С праздником Бема наступающим, всех, кому к это относится. Завтра Маани Инки, два дня, то есть день нашего Учителя. 30-го Бема и в ночь с 30-го на 31-го, собственно, праздник воскрешения добра, победы, света над злом. Вторая глава Кефалаи, начинаю читать. Глава о том, как тьма напала на царство света, и началось все это мирозвание. И вот после многих веков материя разделилась против самой себя, и ее плоды друг против друга. Материя стала неорганизованной и произвела, и увеличила, и спустила многие силы. После того, как увеличилась, она напряглась, не зная существования добра. И тогда началась война, и многие преследовали, в то время как других преследовали. Пока она поднималась выше и выше, и она увидела землю и свет добра. И во время сражения тьма выступила из своих границ. И после того, как каждый из них узнал друг друга, и тьма начала рассматривать свет, как будто захотела чего-то лучшего. И начала смешиваться с ним, чтобы получить то, что ей не принадлежало. И хотела даже занять его источник и забрать его у Бога. И беспорядочно двигаясь, так как такое движение соответствует ее природе, материя дошла до того места, где был сам Бог со светом и сиянием, и всем таким же. И решила продолжать делать то же самое в некоторой спешке, считая тот факт, что она достигла этого места доказательством своего знакомства со светом. И так материя набросилась с демонами и фантомами, и огнем, и водой на свет, который появился. И наблюдая свет, они начали наслаждаться им и удивляться ему, и продолжали воевать против него и немедленно его хватать. И перемешивать свою собственную темноту со светом. Когда царь Тьму решил подняться к царству света, тогда пять доблестей задрожали, и Бог был предупрежден о наступлении. Ведь он не имел ни огня, чтобы сражаться со стрелами и молниями, ни воды, чтобы устроить потоп, ни железо, ни какого-то другого оружия, которое может быть придумано. И тогда он решил отомстить за себя этой материи, хотя у него и не было зла, чтобы наказать ее, потому что в доме Бога нет зла. Конец текста. Ну вот тут об агрессивности Тьмы, что Тьма и ее дети, они по природе агрессивные, они постоянно пытаются что-то хапнуть. Свет, он, конечно, добрый, ни в чем кому не нуждается вообще, полностью в своей доброте пребывает. Но Тьма и ее дети постоянно атакуют, то есть что-то постоянно им от нас надо, хотя нам от них ничего совершенно не надо. Вот, и при всякой возможности они как-то пытаются вот так вот уцепиться, как за край одежды в кефалае, такой образ, и вот вот рвать колочки у Света. Вот, и эта ситуация, раз она уже началась, она вызывает у нас обязательство мстить. То есть что такое теперешний мир? Теперешний мир – это месть Бога за атаку Тьмы. Ну и, в общем, в индивидуальной жизни все точно так же, то есть дети Тьмы, они постоянно вредят по собственной инициативе, и мы вынуждены поэтому мстить, то есть как исторически, так и индивидуально, психологически. Это не значит, что мы какие-то злобные, то есть наоборот, на нас же напали, то есть мы только отвечаем в данном случае. И, в общем-то, добрые дела – это как раз месть Тьме с нашей стороны, то есть это не только выражение нашей природы как таковой, то есть мы, естественно, искренне все это делаем, потому что мы принадлежим Свету, и для нас, естественно, дело доброе. И в то же время мы это делаем как ответ на агрессию, потому что вот в смешанном мире мы пребываем в войне, мы постоянно отвечаем на какую-то агрессию, которой подвергаемся страны Тьмы. То есть не мы это придумали, а тьма напала, и у нас ничего больше не остается, как обороняться. Поэтому, когда мы что-то хорошее делаем, мы еще и дьяволом устьим, а не только потому, что нам это нравится. Ну вот, в общем, такой, мне кажется, основной этический смысл этих рассуждений нашего учителя Манихая, у которого завтра будет праздник. Все.